Вот оно то самое судно, которое выйдет на скоростной маршрут между Ялтой и Севастополем. Сегодня оно прибыло в город, правда не своим ходом, а на специальной барже. Сейчас комета 120М стоит на одном из местных причалов, уже в ближайшее время ее спустят на воду. А вот пассажирские перевозки начнутся только в 2018 году. Полвека назад кометы были гордостью советского судостроения и пользовались большой популярностью у горожан. Два часа по морю от Ялты до Севастополя вместо четырех на автобусе. Из иллюминаторов открывались живописные виды, однако неудобства в таком путешествии тоже были. Конечно, двигатели там стояли шумные, поэтому длительное пребывание в салоне, оно вызывало такой дискомфорт. И когда на берегу выходишь, то еще такой звон стоял в ушах. Я бы хотел пройти на таком типа судне и сравнить то ощущение, которое было 30-40 лет назад и как сейчас. Комфорт – одно из главных качеств, которого при проектировке хотели достичь инженеры. В новой комете сочетаются советские традиции и современные технологии. Внедрена шумоизоляция и стабилизация хода. Так что теперь 120 пассажиров судна будут чувствовать себя на борту, как в салоне самолета. Но прежде чем комета выйдет на маршрут, ей предстоит пройти череду испытаний. Во-первых, это нужно для того, чтобы убедиться, что данное судно соответствует всем заявленным техническим условиям. Здесь мы будем работать непосредственно с представительством морского регистра города Севастополь. То есть мы убедимся в безопасности. Комету собрали на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске. В середине октября ее погрузили на баржу и за 23 дня доставили в Севастополь. Пусть пока не на собственном ходу, но комета уже успела преодолеть 2000 километров. Сначала по Волге от Рыбинска до Волгограда. Затем через Волгодонской канал баржа с новым судном вышло в Азовское море. А оттуда через Керченский пролив в Черное. Но именно в Севастополе на борт нового судна поднимутся первые пассажиры. Эта комета первая, но не последняя. Есть договоренность, что в будущем такие суда свяжут разные города Черноморского побережья. Юлия Парфенек, Наталья Бабкевич и Екатерина Шолохова. Вести Севастополь.